Шалома университета Иерусалима. Меня зовут Шнуэль Вольфман и передача идется из Святого Города. Это уже наша третья, нет, четвертая встреча. И сегодня я зажег для нашей встречи эту свечу. Называется Нервный Шама, поминальная свеча, потому что сегодня вечером начнется Йорций, то есть День Смерти. Одна из величайших каббалистов нашего времени. Ирамеицкая Калурия или же Аризаль. Аризаль родился в старом городе Иерусалиме, жил в Египте, скончался и был похоронен в Цфате. И те несколько лет, что он провел в Цфате, он полностью изменил изучение каббалы. Он был величайшим каббалистом нашего времени. Рассказывается про него, что он знал переселение душ, он знал язык ветвей, язык ветра, язык огня, язык птиц и многое-многое проходит. Вот один из рассказов, который рассказывается про Аризаль. Ари – это у пребитора слов Элоки, Раби Ицхак. Божественный наш учитель Ицхак. Только он достоился такого названия божественного, потому что он был почти как амби. Вот один из рассказов, который рассказывается про него. Однажды султан, ведь Палестина в те времена находилась под властью Турции, Османской империи точнее. Он захотел обложить непомерным налогом евреев, живших в Палестине. Это было невозможно заплатить такой большой налог. И послали посланника в дворец султана, для того, чтобы посланец отменил этот ужасный приговор. И султан ему назначил аудиенцию, пошел спать. В ту ночь Аризаль собрал своих учеников, сказал им, возьмите четыре хороших порочных веревки, и мы с вами идем за город. Они подошли к колодцу, и Аризаль приказал своим ученикам спускать веревки в колодец. Потом он сказал им, поднимайте. Когда они начали поднимать, они чувствовали, что это очень тяжело. И когда они подняли то, что находилось там внизу, то они удивились. Это была кровать, на которой спал султан. Аризаль его очень невежливо разбудил и сказал ему, что нужно сделать, для того, чтобы султану было хорошо. Написал записку, положил султану под изголовье и сказал своим ученикам, а теперь спускайте его обратно в колодец. Ученики спустили, а потом, когда начали поднимать веревки, веревки вышли пустыми. Султан просыпается наутро, говорит, какой жуткий сон. Я вижу, ворочается, видит записка какая-то неизвестная. Написано неизвестно на еврейском языке. Ну, первым делом, конечно, что он сделал. Вызвал посланника из Святой Земли и сказал, что это такое. Кто это написал, кто это положил. И посланник ему объяснил еще от Аризали. Ну, конечно, султан был... На этот раз был умный султан. И поэтому он отменил налоги и даже послал подарки евреям, живущим в этот составе. Вот это одна из очень многих интересных вещей про Аризали. Может быть, мы к нему вернемся. Мое личное отношение к Аризали такое, что первая выставка, которая была сделана в Израиле, она находилась и до сих пор находится в том месте, где Ари и Центглурия родился. Это в старом городе Иерусалиме. Теперь я вам немножко расскажу про алгоритмы Торы. Потому что это... Чем больше я об этом думаю, тем больше ему является, насколько это все точно. И это относится не только к всему человечеству, не только к народу, но и каждому человеку отдельности. Потому что Тора была создана, отсотворена до сотворения мира. И все, что происходило после этого, было отражением Торы и ритмом Торы. Нашу семью постигло горе, которое с каждой семьей случается время от времени. У нас кончалось мало на прошлой неделе. И, разумеется, это поставило передо мной такие вопросы, которые, от которых человек, в общем-то, уходит и не хочет слишком углубляться. Это жизнь и смерть, это тело, это душа, это похорон, это зачем все мало и так далее. Вот такая тема, которой нужно посвятить этому несколько наших встреч. Я думаю, что я вам расскажу свои мысли, и мы с вами, может быть, как-то что-то поймем из этого всего. Итак, смерть у нас всегда такая неожиданная, хотя это и в нашем случае мама была уже пожилой женщиной, она не дожала три недели до 90 лет. И она была очень самостоятельной, поэтому ей было очень тяжело находиться в больнице, быть зависимым от людей. Кстати, когда я ехал сюда, я увидел такую сценку, и они люди подсматривали, но так уж получилось. Я еду в автобусе, а около нас остановилась машина, и там сидит беременная женщина, и, как и многие беременные женщины, держат руки на животе, чувствует ребенка. Потом она что-то сказала своему мужу, и он положил руку на ее живот, и они вместе слушали, как ребенок там вылюбился. Это было так трогательно. Я в то время думал о жизни, о смерти, и что вам, в общем-то, сказать. Тут такое послание от Бога, что жизнь продолжается. Итак, алгоритм повторим. Моя мама ушла в той неделе, которая называется Мастерин, то есть путешествия, странствия с сыном Израилем. И Муша перечисляет странствия от момента выхода из Египта и до того, как люди уже стоят на пороге входа в землю обетованную, землю священную, землю Эра Цесраиля. И наши мудрецы говорят, что это вся жизнь человека. Вот выходы из Египта. Египет, да, на Еврите это Митсраин, цар, место, которое очень узкое, в котором находится зародыш. Вот он рождается, он выходит на свободу, на открытое место. И вот эти вот путешествия, которые записаны в Тор, и зачем они записаны в Тор? Не для того, чтобы мы знали географические места, мы их не знаем сейчас, по крайней мере. Для того, чтобы знать, что каждая остановка, она является какой-то вехой в жизни человека. И до того времени, когда человек уже подходит к земле обетованной, когда он идет в мир, в лучший мир, в мир истинный, и это вся наша жизнь. 42 остановки. Я переписываю тексты Торы. И наши мудрецы говорят, что тексты Торы, они тоже связаны с 42 остановками. Я вам принес показать эталон, с которого я переписываю Тору. И этот эталон, чтобы вы посмотрели, вот это один столб, половина столбика, это вторая половина столбика. И заканчивается последняя строчка, это тоже 42. Кстати, чтобы не было ошибок, вот здесь по краям, сверху и снизу, это технические детали, что мне нужно знать, для того, чтобы правильно написать. В тексте Торы только текст, который в середине. Итак, 42 остановки. Число Мембет, буква израильская в алфаве, они несут в себе еще и цифровое значение. Мембет это 40, бет это 2, значит получается 42. Мембет, это сочетание Мембет очень важно в Кабале. Мы сейчас этим заниматься не будем, тем более, что я в этом не разбираюсь. Но факт остается фактом. 42 остановки, 42 строчки. И молитва Анна Бекохох, о которой мы говорим несколько раз в неделю, в день, она тоже состоит из 42. Мембет. Итак, алгоритм. Мама ушла в воскресенье, и он решен в воскресенье. И она, это Пороша, наша недельная глава начинается, что говорится о смерти и о похоронах. Теперь, это насчет моего личного. Теперь общий алгоритм. Алгоритм такой, что случилась такая вещь в Израиле, которая не случалась с современным еврейством никогда. То есть, мы не знаем, что такое случилось, это действительно несчастье, это ужас, повернула в ужасность все еврейское религиозное население, это событие. Один человек, который пришел к равенному большому каббалисту, один из самых бывших больших каббалистов в наше время, Раби Лазару, Абуха Цера, убил его. Просто взял нож и его зарезал. Одного из наших величайших парадников. Когда я смотрел в Торе, чтобы поискать, что такое, что случилось, оказывается, что эта недельная глава окончается законом его убийства. Когда человек убил специально, что с ним делается. Когда человек убил ненарочно, например, в автокатастрофе, что с ним делается. И вот, пожалуйста, такой странный алгоритм. До этого, несколько часов до этого, закончился в Израиле парад гордости. Когда комики и лесбиянки опозорили вновь наш священный город, пройдя со своими мерзостями по центральной улице. Через несколько часов случилась такая трагедия с Раби Лазаром, Абуха Цера, миру в памяти. То, что случилось в Норвегии. Я искал и, в общем-то, увидел, что не увидеть совпадение с тем, что описанного в недельной главе, и тем, что прорезает зашел в Норвегии, может только слепой. Потому что вся глава, не та, которая в прошлом неделе Масей, то есть путешествия, странствия, а другая Матод, то есть, как это сказать, колено, колено, можно сказать. Она говорит о том, что Бог говорит Моше, ты должен отомстить пьянам за то, что они нанесли урон еврейскому народу. Вы помните, Иван Валаам дал совет и послали девушек, шахидок, которые начали совращать еврейских воинов, молодых людей. И вот Бог говорит Моше, ты пошли в Мидиан карательную экспедицию и уничтожи Мидиан. Для того, чтобы понять, что это за карательная экспедиция и куда она была послана, еврейский стад стоял в странце Иордании напротив города Ерехо. Он посылает карательную экспедицию на берегу Акапского залива, Ерландского залива, там, где находится Иордания. Там находилось государство Мидиана. Это довольно большое расстояние даже по современным мидамам. И вот вся эта глава говорит о том, что от этого государства Мидиана не оставили камня на камне. И мало кто, я думаю, что это, ну не важно. Они получили заслуженное наказание, это как Бог требовал. То же самое и в Норвегии. Название город Осло, с тех пор, когда в нем были заключены соглашения между силами хаоса, силами тьмы и силами смерти, я имею в виду палестинцев и израильским реалитическим правительством, которое унесло тысячи жизней еврейского народа, и десятки тысяч были ранены, потому что государство, израильское правительство дало террористам обосноваться в этой стране, то для всех израильтян город Осло стал проклятием. И вот, ну, милосердие Божье, оно таково, что оно не наказывает сразу. Оно ждет, пока человек не увидит результатов своего греха. Если человек не исправляет этот грех, то тогда уже Божий суд выносит свой грех. Вот это то, что алгоритмы в Торе начнется, когда на человечество, на все-все. Теперь, возвращаясь к нашей прошлой главе, и грех странствует в пустыне. Человек живет в нашем мире. Это не всегда удобно, не всегда приятно, иногда это очень трудно. Но мы все должны знать, что милосердие Божие, оно бескраничное. И то, что нам кажется даже, что это очень трудно и очень тяжело, это тоже есть милосердие. Но мы его не видим. И поэтому мы просим у Бога, на храме из Бресла, как я объясняю, мы просим у Бога, чтобы Он дал милосердие нам. То есть, чтобы не Он делал это милосердие, а чтобы Он дал нам возможность сделать милосердие. То есть, когда мы... Вот, например, Он решает, как будто послать болезнь. И вот человек лежит на койке, он не может уже ходить в эти парады гордости, и он думает немножко, он приходит в себя, и он исправляется. Но нужно и по-другому человеку хорошие воздействия могут и перейти в голову от прочтения книги, от общения с нормальными людьми. И вот такое милосердие мы просим, чтобы было милосердие, как мы это понимаем, не так как мы понимаем. И Бог говорит, хорошо, я вам дам. На ограниченных условиях я вам дам это милосердие. И каким образом получить это милосердие? Ну, прежде всего, хорошими делами. Второе, можно молиться за людей, и при помощи молитвы человек усиливает милосердие, и это милосердие, оно работает. Оно не такое строгое, не такое непонятное, иногда не такое ужасное. Теперь у нас написано, значит, смерть человека. И у нас есть такие приказы Бога, которые говорят, что «Алтасус аратас», то есть не делайте царапины, не режьте себя ножами, когда человек уходит, не рейте на себе волосы, не рейте на себе одежды. Почему? Потому что тело изнасилилось, тело – это скафандр, которым пользуется душа. А душа сама бессмертна, и она живет, и она существует в других мирах, у нее уже другие задачи. Как мы только просыпаемся, мы говорим молитву Мудея и Анина Фанеха. «Я благодарю тебя, Бог, что тебе вернуло душу, мое тело». Это самая первая мысль, которая приходит человек, и сразу же после этого нужно поблагодарить Бога. Наши модельцы говорят, что смерть, что сон человека – это одна шестидесятая от его смерти. Это такая мини-смерть, нано-смерть души, и мы говорим сразу за молитву. А потом, за следующую молитву после этого, когда уже человек приходит в синагогу, «Илокайныши нашим ататами» – «Бог мой». Это нехорошо звучит, я бы сказал, «источник жизни» – это Бог. В переводе на «и» с «и» – «сложенный конец этого языка. «Источник жизни». Я знаю, что душа, которую ты мне дал, она чиста. И ты ее дал, ты мне, ты ее держишь во мне, и ты ее сохраняешь. И когда надо будет, ты возьмешь у меня эту душу, но потом ты мне ее возвратишь обратно. Поэтому, как бы не было грустное расставание с любимым человеком, все равно мы знаем, что он существует. Он существует в другом виде, у него другие задачи, и он исполняет другие задачи. Теперь, мы, если хорошо же упоминали сценарий и ноя, я так вкратце скажу несколько слов. Что за семь заповедей? Ну, мы уже с вами потихоньку будем их разбирать. Просто у меня, знаете, не траура накопило, накопило, накипело столько много, и накопилось столько много, что хочется всем сказать и поделиться с вами. Когда я обдумываю это, я вам рассказываю, я сам что-то наблюсь умнее, приходят новые мысли, новые расширяются, новые веризоды. Итак, семь заповедей ноя, какими они. Это первое, вершить правосудие, чтобы люди жили по нормальным божественным условиям, законам. И запрет богохудства нельзя проклинать Бога, единого Бога, источник силы, источник жизни на всей вселенной. Запрет это долобоклонничество. Нельзя проклоняться к Богу. Четвертое, запрет убийства. Одна из самых страшных вещей это убийство. Убийство человека. Потом запрет прибыли деяния. Потом шестое это воровство. И седьмое это запрет на поедание живой плоти, плоти от неубитого животного. То есть, нам рассказывают, что на выходной царь его любимая еда была взять зайчика, оторвать ему лапу и сожрать в тронгом зале. Есть такие вещи до сих пор. Самое изысканное блюдо, например, клеят обезьяны. Не буду утруждать к астрономическими особенностям. Ну, это один из запретов сыновейного. Адам, прежде всего, получил шесть заповедей, когда он был соборен. Поскольку он был векитарианцем, ему было запрещено кушать мясо. Потом, после потопа, его сыновьям и всеми его потомкам разрешили кушать мясо, и тогда был сделан этот запрет. Вот. Ну, это, я думаю, что... Может быть, на сегодня мы остановимся, а потом продолжим. Я вам еще дольше буду рассказать про молитву, про Кадиша, что такое Кадиша. Кадиша называют поминальной молитвой. Но это не совсем так. На самом деле, это молитва о прославлении Бога по войне Гога и Магога, которую мы ждем уже на... И подготовку по войне Гога и Магога он может прочитать во всех газетах. И услышать по всем радиям. Весь мир говорит сейчас о том, как собирается поиска Гога и Магога на святую землю. Ну, потом поговорим. Это уже отдельная тема. Ну, пожалуй, это все пока. Я вам желаю хороших дней, благословения из святого города Ивушега. Шаман.